Всем привет! Вы на канале DLDo, и сегодня мы с вами поговорим о новой магнитной рулетке от компании Meloki. Чтобы вы знали, что скоро выходит... Твою мать! Субтитры сделал DimaTorzok Это новинка на 2020 год, и мне посчастливилось одному из первых ее заполучить, поработать ей и понять, что это за фрукт. Ну а конкретнее мы с вами будем рассуждать на примере 5-метровой рулетки. Почему именно 5-метровой? Потому что я считаю это оптимальным вариантом для работы. Редко кому нужна 8-метровая. До этого мы юзали магнитки предыдущего поколения тоже почти, что только 5-метровую. У нас одна 8-метровая всего лишь была на всякий случай. В основном 5 метров для площадки хватает вот так. Если вам нужно больше, как я уже говорил в других своих видео, вы просто берете лазерную рулетку, которая у нас находится тоже в ящиках, и делаете большие замеры без проблем. Именно постоянно, когда тебе нужно метр-полтора-два отмерить, постоянно иметь этот вес на робе, на поясе или в руках, именно 8-метровой рулетке, нет совершенно никакой необходимости. Поэтому я считаю, что 5-метровка самый кайф, и поэтому на её примере мы будем сегодня вам о ней рассказывать. Новая магнитка получила совершенно новый корпус. Он стал уже и ниже, что позволило рулетке увеличить эргономику. На самом деле в руке она сидит гораздо лучше предыдущей. Вы сейчас можете увидеть на экране сравнение по высоте и по ширине предыдущей магнитки и этой новой магнитки. И вы можете увидеть на самом деле, насколько она меньше. Вот процентов на 20 она реально компактнее, и она легче. Её удобнее держать в руке, она не так сильно будет тянуть карман. То есть в этом плане она реально хорошенько так выигрывает. Для сравнения, когда я увидел новую 8-метровую магнитку, она по размеру такая же, как старая 5-метровая. То есть они умудрились 8-метровое полотно сделать лучше и запихнуть его в новый корпус так, что по габаритам оно не превышает 5-метровый корпус предыдущей рулетки. И это очень и очень круто. Корпус новой магнитки прорезинен достаточно хорошо. Чуть-чуть больше прорезинивания, чем на старом корпусе. Плюс ещё на ней есть такие насечки сверху, типа тракторные такие вот. А для того, чтобы она не скользила в руке, неважно в перчатке вы или без, то есть как такие стопоры, Милка очень часто применяет это на инструментах. И теперь они решили это применять и на рулетках. Решение на самом деле, на мой взгляд, очень хорошее. Корпус новой рулетки крепится также на 5 винтах. Вы сейчас можете это увидеть на экране. И это означает, что она никак не потеряла выносливости. Когда вы будете ронять эту рулетку и так далее, она будет такая же выносливая, как и предыдущая. И поверьте мне, как мы предыдущую только не ушатывали, корпус мы не смогли ушатать никогда. Ни при каких обстоятельствах. Ломалось полотно, стиралось полотно, местами чуть-чуть ржавело полотно на старой магнитке. Но ушатать корпус мы не смогли ни разу. А рулеток у нас было больше 15. Также, как вы могли заметить и сейчас можете увидеть на экране, клипса у неё выполнена немного по-другому, нежели выполнена у старой магнитки. У старой магнитки клипса крепится на такую типа платформочку, где собственно находится основание клипсы. И винты сжимают верхнюю часть платформы, придавливая основание клипса. Здесь же клипса выполнена на новой, как на стаде. То есть выемка в корпусе, куда садится ответная часть клипсы и один винт, который её удерживает. Проблем нет никаких. Мы сейчас юзаем порядка 5 рулеток стад именно с таким же креплением, именно с такой же проволочной клипсой. И показывает она себя очень и очень хорошо. Несмотря на то, что эта рулетка потеряла значок премиум, а теперь на них не пишется премиум, как раньше на серии на магнитной. Но это никак не повлияло на её качество. Поэтому на самом деле она очень добротная, и клипса здесь просто вышка. Также в корпусе новой рулетки сохранилась фишка Milwaukee, это выемка под палец. Для того, чтобы вы могли останавливать ленту, и она концевиком не хлопала вас по пальцам. Это на самом деле очень и очень удобная фишка в использовании. Флажок блокировки ленты выполнен также добротно. Чуть-чуть изменён рисунок. Он смещён чуть-чуть вниз, то есть сверху на кнопке больше свободного места. Возможно, скорее всего, они сделали это для того, чтобы было удобно нажимать именно вниз. Потому что на старой рулетке он центрован, именно этот флажок. То есть и выступ сверху, и снизу одинаковый. Здесь же они сделали выступ сверху больше. Потому что стягивать обратно пальцем легче, а нажимать легче в таком случае, когда кнопка чуть смещена вниз на корпусе. Прикольно, удобно, эргономично. Офигенно, офигенно, офигенно. Магнит на новой рулетке такой же хороший, как и на предыдущей. Пятиметровая рулетка спокойно удерживает свой вес на пятне контакта не более 3 мм. Я испытывал это на предыдущей рулетке. Сейчас вы можете увидеть на экране, как я это делаю с новой рулеткой. То есть магнит такого же качества, такой же хороший и так же хорошо примагничивается к металлу. Сам зацеп выполнен так же, как и на старой рулетке. Он самую малость отличается по размерам, именно в верхней части. Вы сейчас можете это заметить на экране. Но тем не менее, он остался таким же широким, таким же удобным. И он не вызовет совершенно никакого дискомфорта в использовании. Компания Милоки так же не забыла обновить полотно на новой магнитке. Потому что на предыдущей с ним периодически у разных мастеров были проблемы. У кого-то просто она лопалась ни с того ни с сего. Ее не задевали ножницы и так далее. У кого-то она стиралась, всякое бывает. Некоторые рулетки и у нас жили 2-3 месяца, некоторые 1,5-2 года. Все на самом деле зависит от мастера. Но в любом случае, компания Милоки улучшила полотно на новой рулетке. Это собственно и логично. Для того, чтобы устранить все эти моменты. И несмотря на то, насколько вы неаккуратны и так далее и тому подобное. Чтобы она у вас прожила еще дольше, чем могла предыдущая модель. Еще одна прикольная особенность новой магнитки. Это то, что компания Милоки услышала отзывы тех, кто жаловался на то, что стирается надпись. И рулетка теряет внешний вид. И теперь надпись Милоки на рулетке это не окрашенные выпуклые буквы. А это именно все буквы литого белого цвета. То есть, они залиты целиком из белого пластика. И сколько бы вы их не стирали, они все равно будут белыми. Почаще бы они это делали на разных инструментах. Потому что иногда надпись стирается. И для педантов, кому это очень важно. Я среди них. Мы подкрашиваем маркерами Милоки. Естественно. Упаси вас каким-то другим это делать. Поэтому, на самом деле, прикольная фишка. Да, они просто сделали это из цельного белого пластика. И теперь, как бы вы хардово её не юзали, надпись всегда будет видна. Вы всегда сможете просто как царь заходить на объект. Также, что хотелось бы ещё добавить про полотно. Это то, что оно двухстороннее. То есть, не так, как на стаде. На стаде ты с обратной стороны увидишь только желток. А здесь же есть все обозначения. Сами обозначения с двух сторон стали крупнее. Они лучше читаются. Их лучше видно. И также сохранилась с обратной стороны архитектурная шкала. Для тех, кому это важно. Также, как и на предыдущей серии магниток. У этой рулетки на корпусе есть проушина под страховку. Вы сейчас можете увидеть на экране, как это реализовано у Милоки. Про всякие страховочные пояса, инопульсники и так далее. У меня будет следующий обзор. То есть, так как я вам обещал. Так как вы просили в комментариях, я обязательно сниму обзор. Именно про всю страховочную тему от компании Милоки. Также на новой магнитке компания Милоки применила нанотехнологии. Бронепленку на первых 15 сантиметрах ленты. По их мнению, это самая уязвимая часть рулетки. Но на самом деле, я вот ни разу не видел, чтобы рулетка лопалась на первых 15 сантиметрах. Почему только 15 сантиметров? Почему так мало? 15 сантиметров! Я не знаю. Я честно не видел ещё ни разу, чтобы именно конкретно на первых 15 сантиметрах что-то происходило сумасшедшее с рулеткой. Они лопались, стирались и так далее, но гораздо дальше. И бронеплёнка только снизу, а не сверху, сказать, что это защита от стирания. Не знаю, возможно, при каких-то хардовых тестах, которые они там проводили перед выпуском, на самом деле эта бронеплёнка работает, потому что она работает в нашем быту везде. На телефонах, на планшетах, на компьютерах, на автомобиле обклеивают бронеплёнкой. Всё что угодно. Стёкла, витрины в магазинах, чтобы они не осыпались. То есть бронеплёнка в нашей жизни существует повсеместно, и это работает. Возможно, это работает и здесь. Время покажет. В любом случае, как только эти рулетки появятся официально в продаже, я куплю штук 5, 6, 7, 50 на свою бригаду. И сам лично буду юзать эту рулетку, как говорится, until the end. И мы посмотрим, что из этого выйдет. Покажет время, как они в хардовой эксплуатации. Но я уверен, что они ничем не хуже предыдущей магнитки. Компания Miloki делает хороший правильный упор на ручной инструмент, на измерительную технику, на рулетки и так далее. Мне это очень нравится. Рулетки, на самом деле, у Miloki, я считаю, что объективно одни из лучших на рынке. И это прям их сильная сторона. Видно, что они в это вкладываются. Это очень приятно. Конкретно каких-то недостатков на этой рулетке я не вижу. Она стала сильно лучше предыдущей, от которой я очень кайфовал. И все мои ребята, и друзья, знакомые, у которых были и есть сейчас магнитки предыдущие, все кайфуют от них. Это стало лучше по всем параметрам. Поэтому я пока что объективно не вижу ничего, что могло бы меня расстроить сейчас, в будущем и так далее. Поэтому минусов, я считаю, что на данный момент в этой рулетке нет. Ну что ж, друзья, на этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам, как всегда, понравился данный обзор. Надеюсь, он, как всегда, будет вам полезен при выборе магнитных рулеток, при планировании своих покупок на 2020 год. Если вас чем-то расстроила предыдущая магнитка, знайте, что это лучше во всем. Можете не перебиваться чем-нибудь, не перескакивать на другие рулетки, а просто дождаться новой магнитки и наслаждаться ею так, как предыдущей, но при этом с устраненными косяками. До встречи в новом обзоре. Пока! Камон! Ну и в конце небольшой бонус для наших внимательных зрителей и для тех, кто досматривает. На моей голове, как вы уже могли заметить, очки от компании Miloki. Это модель на 2020 год. Это также мега-новинка. У меня есть еще несколько моделей. Если вам интересны они, если вы хотите увидеть на них обзор, как всегда, пишите в комментариях, и он появится на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok